На прошлой неделе был принят в первом чтении проект бюджета. Очень много там спорных моментов и дискуссий продолжается относительно того, все ли там указано Минфином верно. Как вы оцениваете этот проект бюджета на следующий год? И в частности, как там учитываются интересы комитета, которые вы возглавляете? Ну, во-первых, он будет дорабатываться до второго чтения и хотелки нашего комитета. Это туризм, это спорт. Наш комитет достаточно работоспособный. Я хочу начать с того, что за эту каденцию, давайте уже за эту каденцию говорить, не было ни разу, чтобы он не собрался, не было ни разу, чтобы не было кворума, не было ни разу, чтобы комитет не принимал какие-то решения. Дисциплинированный комитет. Дисциплинированный и рабочий достаточно. У нас нет политики, у нас есть четкое понимание и поддержка той отрасли, за которую отвечает наш комитет. Несмотря на то, что он достаточно невелик, он отвечает за семейную политику, он отвечает за туризм, он отвечает за спорт. Эти направления, естественно, в нашей стране всегда, я не буду скрывать, финансировались по остаточному принципу. Что относительно туризма, я хочу более вернуться, у нас даже есть подкомитет туризма. И достижение нашего комитета то, что до все эти года это было всего лишь в Министерстве экономики на бумаге. Это был департамент, там работало три человека. То есть они получали зарплату, непонятно, чем занимались, не было ни промоции никакой, не было ни понимания, что такое туризм, потому что у нас страна действительно очень красивая, у нас страна, которой очень много лет и которой есть много исторических памятников. Есть прекрасная природа, нам есть что показать. Никто этим никогда не занимался. И достижение нашего комитета, что все-таки в семнадцатом году, в прошлом бюджет, мы смогли заложить деньги на создание уже целого департамента, который, эффективность этого департамента мы будем уже обсуждать в конце года. Я уверен, что в любом случае это на порядок лучше и на порядок эффективнее, чем было до этого, чем его вообще не было, не существовало. Естественно, как глава комитета, всегда мне бы хотелось, чтобы на спорт выделялось больше средств. Мне бы хотелось, чтобы на туризм выделялось больше средств. Что касательно семейной и молодежной политики, которая сегодня есть, мы тоже провели недавно парламентские слушания и понимаем, что молодежная политика в нашей стране не находится на высоком уровне, к сожалению. Безусловно, для того, чтобы сегодня подойти к этому системно, потому что мы не являемся исполнителями, исполнительной властью, естественно, для того, чтобы исполнительная власть эффективно работала, нужны средства. И мы делаем все для того, чтобы в этом бюджете все-таки забить эти деньги. И что касательно спорта, что касательно туризма, что касательно молодежной политики. Естественно, как глава комитета, я всегда буду недоволен этим, потому что всегда хочется больше, всегда хочется эффективней, всегда хочется, чтобы наша сфера развивалась глобальней. Потому что я скажу, что мы недавно подписали меморандум с коллегами из Азербайджана, и мы понимаем, на каком уровне находится поддержка профильного министерства, поддержка молодежи, поддержка спорта в Азербайджане. Ну, конечно, это несоизмеримо. Они находятся от нас сегодня в космосе, конечно. Есть чему поучиться. Есть чему поучиться. И они нас пригласили в следующем году. Прилетим, наверное, комитетом до сбора, прилетим туда, в Азербайджан. И мы уже будем более четкое понимание. Видеть, что там происходит, как там это делается. То есть это хороший показатель, как инвестиции вкладываются в свою страну, в спорт. Спорт – это здоровье. А здоровье – это стабильность, надежность и перспективы всей нашей нации. Продолжение следует...